Ассаламу алейкум, уважаемый Кемель Элдаш. Рад вас приветствовать сегодня на интервью. Итак, позвольте задать вам первый вопрос. Он звучит как «Что такое ислам на самом деле? Как вы понимаете ислам?» Я благодарю за приглашение. Но ислам – это не название какой-либо из религий, исполченных Аллахом, а только одной общине. Сегодня эта община мусульманская насчитывает более 1,5 миллиарда человек. И туда не входят люди, удерживающиеся, верующие в предыдущие писания. Тора, Евангелие, Евгений, Христиане. Ислам, согласно Курану, в книге, в которую мы верим, это общее название всего, не способного Аллахом, Богом, Творцом, Создателем нашим. Все пророкам, начиная от Ноя, Ибравима, Муса, Иса и всем остальным, так называемым авраамическим пророкам. Это не название одной разновидности религии, а всей божественной религии вообще. Что касается лексического значения этого термина, то, как и все арабские слова, слово «ислам» образовано из основных трех корневых. От этого корня образованы и другие однокоренные слова, например, «салям». Поздоровались через слово «салям», и то же самое «муслим», то же самое «сильм», и то же самое «саляма». Что это означает? Означает несколько оттенков значения вместе взятых. Первое – «сильм». «Сильм» – это покорность законам Творца. Такие законы вложены в само творение. Это мы можем видеть в природе. Ничто нигде в природе не нарушает установленный заранее первоначально закон Творца. И вот так все идеально, гармонично функционирует. Это и есть «сильм» в природе. И то самое требуется от человека. Человек должен или призван соответствовать своей жизни законам своего сотворения. Первое – это покорность. Второе – это «салям». «Салям» – это мир между человеком и человеком. То есть не навредить такому же сотворенному Аллаху человеку, как и ты сам. Можно по-разному перебразировать, поступай так к другим, точно так, как ты хотел, чтобы они поступали по отношению к тебе. Ведь везде есть эта формула в разных концепциях. Второе оттенок значения – «салям» – это «мир». И третье – «ислям». «Ислам» от слова «салям» и «сильм» по форме означает несколько иной оттенок значения. А это не просто мир, а установление мира. Можно сказать, миротворчество. То есть где-то, если этот мир отсутствует, нужно приложить все усилия, чтобы этот мир восторжистовал и был установлен, и был поддержан далее. То есть вот эти три основных аспекта значения – это в этом мире. И в будущем мире, как награда за эту покорность, за этот мир и за это миротворчество, создатель обещал дать вечное спасение, вечный мир и благо. То есть вот эти четыре значения, если собрать, то и получится термин-ислам. И все эти четыре аспекта, они очень важны. То есть первое, сильное – это отношение человека к своему творцу, можно сказать, вертикальное взаимоотношение. А салам – это когда человек в своем внутреннем мире, в своих убеждениях, в мировоззрениях принимает и согласуется с этими законами. И ислам – это когда горизонтальное, между людьми устанавливается этот закон посредством усилий самого человека. И результат всех этих первых аспектов – оно уже вертикально обратно. Вот это совокупность всех законов, всех аспектов и всех деталей и называется ислам. Этот закон был дан ною Ибрагим, пророк Ибрагим, тоже выступал за согласование мировоззрения человека с законами мироздания. То есть он призывал поклоняться, благотворить только единого Бога, который сотворил все от небеса и земли. И к тому же призывал Моисей, когда приходил к параону и делал призыв, чтобы он отказался от претензий к божеству, потому что Охов – он обычный человек, сын отца и матери. Бог не может быть сыном отца и матери, поэтому он призывал его принять этот закон Бога. И тот же самый призыв он делал по отношению к своему племени, пропащенному гнетом и дикатурой и деспотом фараону. Но фараон это не принял и был наказан уже в этой жизни. То есть это отсутствие салям у Аллаха. А его племя, Исраиль, потомки Исраиля, они приняли это, последовали за Муса и были спасены. Это уже в этом мире. И перед его глазами Аллах показал им, как гибнет, как был потоплен фараон. Тот ложный Бог, кому поклонялись тысячи лет, был потоплен перед их глазами. Аллах дал им такую возможность увидеть погибель ложных фараон. То есть, с одной стороны, мы видим результат того, кто последовал, это Исраиль. И они были спасены из Египта, исход на новые земли и установление жизни, основанной на законах творения. Но это все дано в Торе. Какие законы были даны Моисею и как они это устанавливали для своей новой жизни, с одной стороны. И, с другой стороны, пример того, кто не последовал, например, фараона, хамана и их армии. Об этом говорится подробно. И к тому же призывал Иисус. Иисус призывал по единобожию, по благотворению и поклонению единому Богу. Это база всей вот этой системы. И отсюда происходит практическая сторона следования тому, что не способна Аллахом, Богом и Творцом. И что открыто Аврааму и всем предыдущим пророкам и посланникам. И завершающая, последняя стадия этого пророковения, это Кур'ан, последнее описание, данное последнему пророку и посланнику Мухаммаду. Там то же самое значение и тот же самый смысл и та же самая система взаимоотношений человека внутри себя, в своем внутреннем мире. По взаимоотношениям человека с Аллахом, между человеком и человеком. И обещанная награда за последование этим законам в той будущей жизни. Но также и обещана награда в этой жизни. Что на самом деле, по вашему мнению, привнес пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум ассалам, человечеству? Он принес только то, что было открыто ему оттуда. И на самом деле, он, будучи человеком того пророчества, ничего этого не знал. Многие утверждают, будто бы Мухаммад это все сам выдумал, или у кого-то там получал уроки и сам все написал. Но дело в том, что то, что сказано в Ане, это изначально не речь человеческая. Там даны такие факты, которые не были известны не только ученым в тогдашнее время. Вообще никому до сих пор еще, никем еще до сих пор не раскрыт. Но часть уже раскрыта. Например, о законах творения, о законах физики или же астрономии. Например, сказано, что человек, который не исследует, он похож на того, кто возвышается ввысь, и у него поднимается давление, и сердце сжимается. Сегодня мы видим, что чем больше человек поднимается над уровнем моря, у него это происходит. Или же сказано, что Бог творит человека в утробах матерей через три темноты. Там сказано, зулуна, зулуна – это тьма, темнота. Но только недавно, в 20 веке, ученые открыли, что в утробе матери плод образуется через три защиты. То есть это светонепроницаемая защита. И очень много связано с эмбриологией, с океанологией. Но известный факт, что в море они сливаются, как мог человек, живущий в арабской пустыне в VII веке, где нет вообще науки, а океанологии. И как каковы все это знать. И там еще сказано многое из далекого прошлого. То, что происходило с предыдущими пророками в мельчайших деталях, которые находят подтверждение внутри самого Курана через концептуальный анализ. Но в целом, что принес Мухаммад, алейки салам? Он принес завершающую книгу, которая была обещана в самом начале. Начало аврамических пророков, цикл пророков начинается от Авраама. Аврааму Аллах дал два обещания, два слова. Эти оба слова также приведены в Куране. Одно это то, что пророки будут из его потом. Все авраамические пророки происходят от Ибрагима Александра. Физический его. И у него было два сына. Одна линия от Исхака, Яхуба и дальше 12 колен. Все вот эти пророки, ну скажем, библейские пророки, пророки Петхого и Нового Завета. Но есть еще и другая линия, Исмаила, по отношению к которому Аллах дал ему слово, что выведет пророка, который будет читать людям его аяты. Аяты знамения Аллах, учитель Писания, мудрости и так далее. И это, скажем, завет, это обещание было исполнено в самом конце этого цикла через Мухаммад Алиса. То есть это завершающий этап. То, что он принес, это совокупность собрания всего, что было открыто до него. О месте отрывки из Торы, из Евангелия, из Псалтырия, из того, что было дано Ною, Давиду, Соломону и всем другим пророкам и посланникам до Мухаммада. А также обновленные и, можно сказать, все уже сделанные универсальными для всего человечества. Не только для Дании и Исраиля, а также для арабов, для херсов, для тюрков, для европейцев, для американцев, для Азиат. Для всего человечества универсальные моменты. Куран не повторяет специфические моменты из предыдущих писаний, но дает универсальное, вневременное и внеплеменное, я бы так сказал, которое может дать тот же самый эффект в 21 веке, как и в 7 веке. Как на практике Мухаммада, так и на практике его последователей через 14 столетий. Вот такой вот универсальный закон. Что касается теперь еще глубже внутреннего содержания. Про четыре аспекта я уже говорил, что это покорность законам творения, установление мира между людьми и так далее. Куран дает методологию, как устанавливать этот мир. Какие будут препятствия, какие будут барьеры. И как эти барьеры, препятствия будут действовать на примере врагов предыдущих пророков. Моисей как действовал на враге и там других пророках. Как действовать приводится через живые примеры, которые нужно будет изучать и извлекать универсальные формулы. Универсальные формулы очень нужны, потому что они позволяют нам адаптировать к сегодняшним реалиям, реалиям 21 века. То же самое будет работать до конца истории. Первое – это методология установления мира между людьми. Второе – это методология, она работает и везде. Если бы предыдущие писания были неиспосланы определенному племени, иудеям, да, но последнее писание уже выходит за рамки и охватывает весь глобальный масштаб человечества. Законы Курана, методология установления мира между людьми в социуме работают одинаково, как в Аравии, так и в Европе, в Азии, в Америке и в Америке. И эти законы, они затягивают все сиры жизни, не просто вот социальные некие законы, а также законы внутри семьи, например, законы мышления, как нужно воспринимать, как нужно расценивать тот или иной исторический или же современный факт из жизни, какие ценностные ориентиры нужно поддерживаться и к чему нужно стремиться. И еще дается психологический такой моральный аспект, чтобы поддержать активистов, деятелей, которые стремятся к установлению мира на земле, на примере мира внутри социума между людьми. Какие обряды и ритуалы в исламе, на ваш взгляд, самые важные? На самом деле, я, как верующий Фуран, как последователь Фурана, отрицающий все религиозное, приписываемое исламом и придуманное людьми, неиспосланный Аллахом. И за рамкой скромности я еще скажу, я перевел Фуран на свой, на узбекский язык. И пришел к такому выводу, что там речи о ритуалах, об обрядах не идет вообще. Аллах приказывает людям совершать некоторые действия, связанные между собой, общественные, личные и так далее. И дает решение проблем на сущность, волнующих людей, ну, скажем, с начала истории, за течение тысячелетий. Это вот мир, справедливость, правенство, права и так далее. Вот там нету обрядов и ритуалов. Почему? Потому что обряды и ритуалы, они затягивают, я уже говорил, вертикальную сторону вопроса, как человек будет обращаться к своему Творцу. Это на усмотрение самих людей. Обряды и ритуалы могут меняться в зависимости от племени. Скажем, люди Ближнего Востока, там, арабы, шумеры, персы и так далее. Они поклонялись своим богам через, ну, свои ритуалы. У них были вот сегодняшние нам известные ритуалы из мусульманской молитвы. Они это не стали менять, они это и дальше продолжали. И всех учили этих ритуалов, то, что называется намаз, молитва и так далее, со всеми телодвижениями, поясным и земным поклонным. Но это не было дано Мухаммаду или же другим восстанникам, как изначально божественно. Если бы Аллах дал именно вот такую форму, то это означало, что Аллах будет принимать только вот в такой форме. Это несколько не подобает всемогущему, всемилостивому Богу. Это уже подобает нашим чиновникам, бюрократам, которые из-за одной ошибки могут поменять решение или вообще не принять. Бог приказывает обращаться к нему с мольбой. Мольба может быть на арабском, на персидском, на русском, на узбекском, на казахском, на любом. Человек, на каком языке он понимает, он может обращаться к своему творцу, который сотворил его и тот язык, на котором он обращается. Это во-первых. Во-вторых, даются два условия к этой мольбе. Но эти два условия, они не затрагивают вопрос обрядов и ритуалов. Обряды и ритуалы – это внешние проявления, я называю это телодвижения. А эти условия затрагивают внутреннее интеллектуально-психологическое состояние во время этой мольбы. Когда в Хуране сказано «Уда аум-рабдака» – делай тоа своему господу. «Хуфетан ва тадарраан». «Хуфетан ва тадарраан» – это значит «в тайне, про себя, в страхе». Все вместе. «Ва тадарраан» – в смирении. Понимаете? Для Бога важно внутреннее состояние, интеллектуально-психологическое, а не внешние атрибутики, ритуалы и так далее. Люди могут поклоняться Богу через свои ритуалы. У нас, например, в Центральной Азии люди делают мольбу Аллаху, открывают ладонь в небо и вот так вот просят. Приемлемо ли это? Конечно, приемлемо. Почему? Потому что первый приказ, мольба идет от человека к Аллаху, а не к каким-то другим ложным богам. И два условия нужно будет соблюдать. Страхи – это уже зависит от самого человека. Смирение. Но что значит смирение? Это можно еще дальше, лучше изучать. Это не предавать кого-либо, призывать кого-либо обо время мольбы, тоже смирение, только к единому Богу. Но главное действие – понимать слово «обряд» или «ритуал» как действие, главное действие в исламе. Ну, в моем понимании, это было в Уране. Это совершать то, что приказано Богом, и отстраняться от того, что им запрещено. В Уране эти два момента – это позитивный и негативный приказ и запрет – показываются в разных аятах по-разному, через разные термины. Устанавливайте то, что на вас возложено, это одно. А другое – остерегайтесь от того, что вам запрещено. В других местах говорится «аль-китаб ва-аль-хикна» – предписание и ограничение. Где-то говорится «аль-нащит-ал-харам» – это уже реализованный формат «аль-нащит-ал-харам» – это полное ограничение под запретом. То есть реализация уже свершившейся, неспособленная Аллахом. А где-то говорится, когда то же самое делают или же призывают людей других. Это называется «призывать к одобряемому и запрещать полицаемому». Это все происходит под приказом Аллаха и запретом Аллаха. Вот это может быть в разных ситуациях по-разному. А у семейных вопросов есть приказы незакрытых. В общественной жизни тоже есть некоторые предписания и ограничения. А в мирной жизни, в военное время, также есть определенные предписания и ограничения. То есть в любой ситуации нужно будет следовать тому, что неспослано Аллахом. И это будет для него в тот момент, в той ситуации, самым главным. Как правильно следовать за пророком? В Уране приводятся разные термины по отношению к Мухаммаду Алексею. Где-то говорится пророк, где-то говорится посланник, где-то говорится прямо Мухаммад. Но приказ «Следовать» связан только с термином «Расуд». Есть слово «Расуд», есть слово «Мухаммад», есть слово «Наби» и так далее. Но нигде не говорится «Следуйте за Мухаммадом» или же «Следуйте за Наби». Наби переводится «Пророком». Но везде приказ именно последовать, следовать за посланником. Чем отличается слово «посланник» от других, скажем, от того же слова «Наби» – «Пророк». «Пророк» – это тот, кто получает весть из дне, из потустороннего мира и сообщает то тайное, скрытое, то, что произойдет в будущем, в свете и так далее. Но посланник «Расуд» – тот, кто принес послание именно вот те законы, касающиеся жизни здесь и сейчас, общественных, политических, семейных и других. И чтобы последовать посланнику, Куран приводит, что должен делать сам посланник. Куран говорит, «Иттабе анна ухия илейкя» «Следуй тому, что тебе дано в открытии сам посланник». Обязан, ограничен только исследование тому, что ему открыто в Куране. И другим говорится, «Следуйте за посланником». Что получается, мы должны следовать тому, что открыто посланнику и чему следовал сам посланник. И это дает нам очень удобную ситуацию, чтобы узнать, чему следовать. Аллах сохранил сам Куран и там дал все инструкции, данные посланнику. Те аяты, которые обращены к посланнику, это те аяты, которым следовал сам Папа. И это те аяты, которым должны следовать мы. Это те же самые законы, установление мира, покорность, полные покорности перед Аллахом. Сегодня, если мы будем следовать пророку, то мы должны открыть Куран и читываться и размышлять над аятами Кураном. Там дана полная картина того, чему следовал сам пророк посланник. И какой портрет его психологический, интеллектуальный, общественный и политический. Что означает следовать посланнику? Это следовать тому посланию, носителем которого он явился. Что означает быть настоящим мусульманином? Настоящий мусульманин – это тот, который устанавливает мир, прежде всего, себя в своем внутреннем мире. Это отсутствие вот этих всех негативных моральных качеств. Но они присущи всем. Человек со своем слабым, как сказано в 96-й суре, в начале, а также в четвертой суре. Ахулефа Ларинсанову, Бааи, там человек создан слабым. И все вот эти негативные, сортные человеческого характера – это его слабости, и нужно бороться и воспитать себя. Для этого нужны усилия. Человек, который прилагает усилия, чтобы исправить себя в соответствии с законным установленным правом изначальности творения, это первое. Он двигается к сторону сильной полной подробности. И он уже мусульманин. А также он должен прилагать усилия, чтобы установить мир между людьми. В семье, прежде всего, между членами семьи, там тоже есть сильные и слабые. Мужчина – это физически грубая сила. Женщина и дети – это слабейшие стороны. И чтобы взаимоотношения между сильным и слабыми сторонами были на слове справедливости и соблюдения правды. Вот это будет мусульманин. А в общественной жизни те же самые законы, но чуть-чуть в больших масштабах. Между богатыми и бедными, между властью мужчины и властью неимущими, и между военными и гражданскими. То есть установление мира и соблюдение взаимных прав – это цель, к которой должен стремиться человек, который хочет стать муслимом. Но, опять же, возвращаясь к самой первой фразе, с которой я начал, сегодня полторы миллиарда, уже ближе к двум миллиардам численности мусульман, они понимают, что стать мусульманином – это значит сказать вот эту одну фразу. Нет друга, кроме Аллаха и Аллаха, его послания. А также дальше соблюдать четыре ритуала – молитва, пост, поездка на хадж и милостыня – все. Если вот это сделаешь, ты уже состоявшийся мусульманин, и дальше ничего не надо. Надо вот это вот соблюдать тогда и все. Но от этого жизнь не меняется. Вот полторы миллиарда – все они называют себя мусульманином. Спросишь, ты мусульманин или нет, любой скажет «Абхандуллах, я мусульманин». Но мы не видим тех обещаний, тех результатов, которые даны Аллахом за то, что человек становится мусульманином. Там, например, сказано «Инна салата танха аню тахша ион мунка». Салат – следование тому, что показано, сдерживает, оберегает от всего мерзкого и от всего предосудительного. Мы этого не видим в жизни полторы миллиарда мусульманином. Там те же самые проблемы, которые сталкиваются не мусульманским миром. Так что называть себя мусульманином, мусульманином – просто из-за того, что произнес вот эту короткую правду, и несколько раз в день повторяешь ритуалы, и один раз в жизни съездил в одно место, и один раз в год заплатил 2,5%. Это не составляет того совершенства, которое сказано в «Абхандуллах». Я сделал сегодня, это Аллах говорит, я сделал сегодня вашу религию совершенной. Мы же не видим в жизни мусульман, совершенной жизни. Хотя, может быть, что они искренне соблюдают, ничего не пропускают, и верят, что они добиваются того, что обещано Аллахом. Но обещанное Аллахом и не приходит. Вся проблема в том, что понимание этих терминов, фуранических, я называю это концептом. Понимание концепта основано не на сам фуран. В фуране есть своя терминология, поэтому нужно исходить с позиции автора. Вот мы читаем обычную книгу и стараемся понимать с позиции автора, что автор имел в виду, хотел сказать через то или иное термин, через то или иное слово. И в фуране тоже есть своя внутренняя терминология, которую нужно изучать исходя из самого фурана. Фуран именно вот так и составленный, поэтому это является чудом. Никто не сможет так представить. Вот скажем, муслим покорный. Можно трактовать по-разному, если не основываться на фуране. Он дает все аспекты, слово муслим, чтобы не было никаких кривотолков и искажений. Покорность только приказом Аллаха, законом Аллаха. Каковы эти законы Аллаха? Аллах дает через примеры вокруг нас, в творении. Говорится, вот смотрите, как все сотворено. И мы видим, что нигде ничто другому вреда не наносит. Живая природа, неживая природа нигде не конфликтует. Миллионы, миллиарды лет существует все это бытие. Но сегодня, если сравнить, да, вот интересный момент. Сегодня, если сравнить те места на планете Земля, где не вступала еще нога человека, там первозданная природа в гармонии и в совершенстве. А там, куда уже наступил сокол человека, там экологические катастрофы, там кровопролитие, убийца и вообще гибель всего. Поэтому человек, который подчинен, проявляет покорность по отношению к законам Аллаха, он является муслимом, а не тот, который повторяет ритуалы и телодвижения, и обряды, но в остальное время он ничем не отличается от всех остальных, в том числе и неверующих. Что значит вы сегодня муслимом? Это значит стремиться активно к становлению мира, прежде всего у себя в своем представлении, в мировоззрении, в убеждении, в внутреннем мире, а также вокруг себя, в той семье, где он живет, в том обществе, где он живет, и где он может что-то сделать и изменить, исправить, и за что он понесет ответственность. Потому что все мы будем возвращены к нашему дворцу и будем нести ответственность за все свои действия и деяния. Так что это, с одной стороны, благородная миссия восстанавливать мир, а с другой стороны, очень ответственность за пренебрежение, за игнорирование этими обязанностями. Люди, общество и народы до нас были наказаны и понесли очень тяжкие наказания. И мы ничем не отчаиваемся в этом вопросе. Если мы будем это игнорировать и пренебрегать, то нас ожидает очень тяжелая помощь. Поэтому нужно покориться этому закону, нужно преодолеть эти барьеры и установить мир там, где мы можем. Если это нам удастся, если мы с этим справимся, тогда мы можем, тогда мы имеем право называть себя муслимами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok